Следующий оратор, представитель Чили. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Позвольте поприветствовать присутствующих министров в этом зале. Также через год после трагедии мы вновь выражаем соболезнования всем пострадавшим семьям. Господин председатель, моя делегация. Хотела бы, чтобы Совет послал единодушный сигнал в адрес всех семей жертв о трагедии, которая произошла в результате падения рейса. Резолюция 2166 стала важным шагом для установления фактов через учреждения совместной следственной группы. Одновременно с следствием, которое проводило ИКАО. Кроме того, ответственность, установление ответственности соответствовало бы главным принципам обеспечения правосудия и избежания безнаказанности. Нашу страну волнует эффективное осуществление данного принципа. Мы всегда готовы сопровождать и содействовать всем усилиям, нацеленным на обеспечение базового соглашения для того, чтобы продолжать расследовать факты и создать юрисдикционный механизм, который бы осуществлял резолюцию 2166 Совета безопасности. Кроме того, помимо легитимных юридических толкований, нам кажется очень важным, чтобы деятельность по юрисдикции осуществлялась максимально оперативно, с учетом тяжелых фактов и с учетом необходимости поддержать семьи жертв. В силу этих причин Чили поддержала данный проект резолюции, поскольку действительно правосудие и компенсация – это важнейшие элементы нашего видения общества, которые мы пытаемся защищать через коллективные действия. В заключение хотели бы выразить надежду на то, что Совет сможет послать сигнал о том, что международное сообщество ждет, поскольку это укрепит легитимность. И позволит нам преодолеть наши разногласия. Благодарю вас.